Большая часть молодежи, в общем-то, до сих пор имеет серьезные трудности с вопросом получения жилья, построительства жилья, покупки жилья. И, соответственно, вопрос молодежных жилищных кооперативов, он для нас является, наверное, одним из ключевых. Если мы с вами сможем его реализовать и поставить на понятную, четкую, процессную такую волну, то, наверное, я надеюсь, что наша молодежь получит дополнительные шансы и дополнительные преимущества для того, чтобы и оставаться в области, и оставаться на селе, никуда не уезжать, стремиться работать в тех трудовых коллективах, которые помогают ей, в общем-то, расти, добиваться благосостояния. А, наверное, это и есть самая главная наша с вами общая цель. Поэтому повышение качества жизни нашего населения, особенно молодежи, наверное, будет зависеть от этого и будущее нашей области, и будущее социально-экономического развития. Кооператив может быть создан в виде жилищного строительства, если они, жилищно-строительного кооператива, если кооператив будет заниматься строительством дома, из числа определенных категорий граждан, то есть молодежи. Действующее законодательство, федеральная целевая программа жилища предусматривает, что к молодым гражданам находится граждан до 35 лет. Поэтому сейчас в области, в соответствии с законом о ведении действия земельного кодекса Российской Федерации, с постановлением проекта Стологородской области номер 36 от, скажем, 14 до 2013 года, такая возможность для определенных молодых семей, она уже предусмотрена. То есть такой проект, и, скажем так, будем называть его проектом, запущен департаментом строительства. Значит, молодые люди, возрасте, молодые семьи, возраст родителей, в которых для одного родителя до 35 лет, не превышая 35 лет, имеющие одного ребенка и более, но являющимися работниками государственных и муниципальных учреждений общего образования, учреждений культуры и здравоохранения. Продолжение следует...